Всем доброе утро! Это Гармония, а это можжевельник Прибрежный Шлягер. Яркий, насыщенный синий-зеленый цвет с плотными, сильными побегами, которые усыпаны небольшими иголочками, цвета синий-зеленого. Максимальная высота этого можжевельника, это относящийся можжевельник к карликовому виду. Максимальная высота 20-30 сантиметров. В 10 лет в среднем он доходит до 20 сантиметров при диаметре 1 метр. То есть он невысокий, довольно-таки компактный и неприхотливый сам по себе. Преимущество этого можжевельника в чем? Он довольно-таки миниатюрный, поэтому его можно высадить и компонировать с любыми другими видами растений. То есть это довольно-таки приятно, когда можжевельник небольшой. Во-вторых, этот можжевельник считается, что хорошо выделяет фитонциды. Соответственно, его масла очень полезно и благотворно влияют на ваше здоровье. Поэтому их можно высаживать как отдельно, так и множество, рядом с беседками, чтобы он хорошо чистил ваш воздух и вы дышали хорошим, чистым, а самое главное благотворным влияющим на ваше здоровье. Его частенько используют для горок, различных каменистых изделиях. Для чего? Потому что он в миниатюре, он неприхотлив. И максимально, что и надо, это солнце, весенние-осенние подкормочки. И этот можжевельник просто будет вас радовать в течение всего года. Молодые побеги вытягиваются и становятся как будто-таки на волна. Поэтому весной он особенно чудный, а в зимнее время украшается вот такими красивыми, сочными ягодами, примерно полтора сантиметра, в яркий синего цвета. Похож на наш Крымс, можжевельник обыкновенный, но все части можжевельника шлягер, он относящийся к китайским можжевельникам, соответственно, он ядовитый. Поэтому с ним надо работать только в перчатках. Это обязательное условие. Как мы высаживаем этот можжевельник? Мы копаем ямку в среднем на 20-30 сантиметров больше, чем горшок. Если у вас есть грунтовые воды, либо есть слив воды, то мы обязательно отсыпем 20 сантиметров дренажа, соответственно, ямку чуть больше копаем. Используем мы хвойный грунт, используем землю, хвойный грунт. И используем, можно добавить чуть песочка для рыхления почвы, для содержания влаги. И высаживаем. После посадки раз проливаем водичкой, потом берем корневин и проливаем корневином. По весне обязательно добавляем амофос и добавляем пару раз, проливаем корневинчиком. Для того, чтобы максимально хорошо корневая села. В дальнейшем нам надо будет только по весне выстригать подсохшие ветки. Но мы это с вами будем заниматься непосредственно весной. Будем чистить наши можжевельники, проверять на болезни. Поэтому и заодно все вам покажем и расскажем. Так что, если вы хотите миниатюрный карликовый можжевельник, можжевельник Шлягер, это самое то. Так что, не забывайте про этот прекрасный карликовый можжевельник. Всем хорошего дня, все будет хорошо. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Надеюсь, видео было полезным. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok